Спасибо вам за прекрасное подобщение, особенно тем, кто рассказал нам новое и, соответственно, тем, кто захотел даже быть нашими партнерами. И я сделала ссылочку к предыдущим лекторам, потому что у них была инструкция, как через прокуратуру получать лекарства. У нас есть, наоборот, инструкции. Почему инструкции для жизни? Потому что мы собираем как раз инструкции, простые, не требующие обращения в прокуратуру для получения дорогостоящих лекарств. Потому что у меня у дедушки редкое заболевание, и мы, естественно, добились ровно того же. И как человек, прошедший этот путь, я могу вам сказать, нажмите на эту кнопочку, и там будет живая инструкция о том, что делать, если ваши лекарства не попали в перечень. То есть в этом, собственно, и есть смысл проекта инструкции для жизни. Потому что мало кто знает, что есть районный специалист по вашей болезни, который имеет право утверждать то, что не входит в перечень. Если районный специалист не взял на себя ответственность, то вы через сайт kremlin.ru пишите жалобу, и ваши проблемы попадают уже к главному специалисту города по этой проблеме. Он имеет право утверждать любые лекарства на любые суммы для постоянного применения. Но только те, которые в РФ, в принципе, существуют как фармацевтические компании. Про иностранные препараты из-за рубежа мы еще не узнавали, не делали. Поэтому это та инструкция, которая в РФ работает для любого лекарства, для любого заболевания. Поэтому это и есть суть нашего проекта. То же самое мало кто знает о том, как получить экзоскелет, космический самолет, все, что хотите, если он не вписан в средства технической реабилитации. То есть здесь также описано, например, то, что даже человекоположен на радионяне, видеотелефон, видеоувеличитель для зрения, все, что угодно. Тоже получается так же двумя путями. Есть список утвержденного государства, и есть то, что нужно лично вам, и это вам должно утвердить соцзащита. Да, извините, не все ссылки работают, мы делали это уже как прототип, потому что вчера мы пришли сюда с пары листовок. Вот, соответственно... То есть, по идее, там будет все время инструкция, 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 инструкция на все случаи жизни. И особенно о том, как получить реабилитацию не раз в год, а 12 раз в год, если это требуется. И что в городе есть детские реабилитационные центры бесплатные. И, соответственно... Да, то есть вот как получить реабилитацию. В Москве есть 5 центров бесплатных, есть мобильные бригады для дома. Соответственно, здесь, как только вы получите реабилитацию, пишите заявление, получаете повторную. И плюс еще в нашей листовке была история про благодарности, о том, что если вам услуга понравилась, да, вы пишете благодарность, просите увеличить финансирование программы. И тогда, да, и тогда как бы Департамент соцзащиты понимает, что это хорошая программа, она нужна, и как бы вы добиваетесь хорошего, позитивного эффекта. Вот, да, соответственно, да, у нас целевая аудитория, социально незащищенные слои населения, инвалиды, родственники, пожилые люди. То есть все, кто слабо разбирается как бы в этих громоздких документах, а кому нужно просто и онлайн, и оффлайн знать, как решить проблему, какие нужны для этого документы, к кому обратиться. Соответственно, как мы будем измерять влияние на качество этого проекта, мы надеемся, что наша инструкция увеличит количество обращений, увеличение количества обращений приведет к созданию новых проектов в сегментах социального предпринимательства, и, соответственно, появится больше поставщиков количества услуг в сегменте НКО в госреестре. То есть, грубо говоря, наша цель увеличить количество запросов именно людей для увеличения финансирования нужных городу и стране программ. Соответственно, использовать мы будем сайт, мобильную версию сайта, листовки, полокаты, вот, и сделаем специальный колл-центр, который будет помогать тем, кто не очень разобрался с нашими листовками. Соответственно, финансовую модель мы видим в ProBono, в краудсорсинге, в рекламе, в спонсорских проектах, и у нас есть предварительная договоренность с фондом «Русал», что они дадут нам первые 50 тысяч рублей на печать этих листовок, и есть договоренность с юго-западным округом, что в медицинских комиссиях в больнице святителя Алексии и в поликлиниках мы повесим большие полокаты для людей. Спасибо большое. Белое вещество, вы готовы?